Любить садоводам-любителям. Тема обработка яблони. Не надо ни света, ни пневматики, никакой техники. Все работает безотказно. Быстро, надежно и качественно. В нашем участке немного деревьев, тут всего 5 штук. Из них я ничем не занимаюсь, кроме яблони. Яблони требуют обязательно обработки химической. Иначе у вас урожай весь будет червивый. Первый раз яблоню я обработал до цветения, то есть это медным купоросом. Потом вторично, при цветении нельзя ничего делать. Вот и после цветения, когда лист уже цвет опал, появились завязи. Здесь обязательно надо заниматься обработкой. То есть вот так, когда оно отсвело, и вот такие уже завязи пошли. Почему-то только на яблони всякие уредители нападают, крутовертки всякие. То есть появляются вот такие вот закручивания листа. Да, это там уже что-то уже осеницы всякие заселы. Там уже даже вылезло. Готовимся. В эту погоду переводить химикаты, я так считаю, что это нецелесообразно и даже вредно. Потому что в эту погоду, в этот сезон идет дожди постоянные. Вот тут здорово не разоняйся. После цветения, значит, две недели примерно я постоянно, значит, обрабатываю. То есть вечером я готовлю вот это дело, утром готовлю это дело, значит, а вечером оно заквашивается у меня. И я, значит, этим раствором здесь поливаю. Посуду берем. И обыкновенно вот это зимой осталось отходы лука, как говорится. Их все равно выбрасывать. Ну и помельче. Чем мельче, тем оно заквашивается лучше. Засыпаю в какую-то емкость хозяйственную. Заливаю водичкой. Ну, примерно я вот это, на одну яблоню, где-то пол ведра надо. Потому что метод простой, так сказать. Я не занимаюсь вот этими всякими прибамбасами, там электричество заниматься, там компрессори, то есть все подвешиваю. То есть вышел вечерком, побрызал. Вода теплая, то есть на солнышке вполне, но нормально это дело квасится. Ну, вот такой вот настойчик. Вода теплая, то есть на солнышке. Так как я обрабатываю, может показаться смешным поначалу. Но это далеко не смешно, так сказать. Потому что обрабатываю уже года 4 и лучшего метода нет. Обыкновенный веник. Значит, опять же, не смейтесь, значит, научу как веником работать. Значит, я только научился на второй год. Если его только макать и сразу брызать, то на самом деле стекает и остается все здесь. Необходимо макнул, здесь не спеша надо все делать. И обязательно его перевернем. И мы его брызаем туда. Макнул, заполнилась и сразу же брызаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. так вывод концу значит эту обработку можно ввести в любое время то есть слякоть дождик там это самое она все равно на ней на низ листа попадает и это самое дело свое делает значит что этот раствор делай на что 0 до дерева никакого не делает а вот у нас сама она отбивает видимо просто запахом и они просто не садятся те что саде вы сели уже вот они свое дело сделали а вот эти другие уже не садятся на нем видимо этого лука запаха бояться и улетают вот если кому-то чего-то помог не забудьте значит поставить лайк подписка вот всего хорошего хорошего всем урожая удачи